Тем временем власти Украины озвучили первые официальные данные о беженцах из Крыма и юго-восточной части страны. По словам представителей Украины в ООН, речь идет о по меньшей мере 30 тысячах местных жителей, вынужденных покинуть или продать свои дома и переехать на запад страны. Между тем истек срок ультиматума, выдвинутого так называемым народным губернатором Донецка Павлом Губаревым. Он заявил, что если Украина не выведет войска и технику с территории самопровозглашенной Донецкой Республики, до 9 вечера по времени Киева, то ополченцы начнут их уничтожение. Сообщения о начале операции пока не поступало. Последние сводки дня в материале Марии Гордон. Москва не услышала Донецк и Луганск. Это должно быть им очень досадно. Ведь они поступили в точности, как в Крыму. Объявили себя независимыми и в тот же день обратились к России с просьбой о присоединении. Однако Крым оказался предпочтительнее. Представитель российского МИДа Александр Лукашевич высказался вполне определенно. Я не слышал о официальном поступлении такой просьбы. Хотя в средствах массовой информации об этом очень много говорилось. Впрочем, референдумы не прошли незамеченными. С точки зрения российских властей они придали легитимности сепаратистам, которые теперь заслуживают быть услышанными в Киеве. Киев со своей стороны рассчитывает только на силу. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отчитался сегодня перед сессией Верховной Рады о военных успехах антитеррористической операции. В предыдущей ночи украинским военным удалось добиться важной победы взять телевышку в мятежном Славянске. Это значит, что в нескольких населенных пунктах Донецкой области сейчас отключены российские телеканалы. Укрепления в Славянске были атакованы в течение ночи и уничтожены. А пятикилометровая зона вокруг телебашни, которая передает украинские каналы в Славянске и Краматорске, была полностью очищена от террористов. Возможно, Турчинов надеется на то, что общественное мнение в этих городах изменится после того, как поменяется телевидение. Но на деле жители Славянска настроены более чем решительно. Еще накануне самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев объявил официальному Киеву ультиматум – сначала вывести армию, а пока никаких переговоров. Сепаратисты потеряли телебашню, но крепко удерживают город. Этому способствует холмистая и лесистая местность вокруг Славянска, который был пограничной крепостью в 17 веке, построенной для отражения набегов крымских татар. Сейчас он, по иронии судьбы, хотел бы повторить крымский путь. Во-первых, ультиматум должен закончиться. Посмотрим на их поведение. Продолжать борьбу по выдворению Донецкой Республики – это однозначно. Сепаратисты на данный момент полностью контролируют и Донецк. Они усиленно занимаются формированием правительства так называемой Народной Республики. В четверг стало известно, например, что она будет парламентской, а не президентской. Но вот откуда Республика будет брать бюджетные средства, пока никто не знает. Хозяин Донбасса, олигарх Ренат Ахметов, уже заявил, что финансировать ее не собирается. Москва не откликается, тогда кто же. Впрочем, ополчение и местную милицию все-таки кто-то поддерживает. Есть версия, что и те, и другие получают средства от семьи беглого президента Януковича. Мария Гордон, телекомпания «РТВАЙ».